Тема урока функции семьи. Общество состоит из огромного множества больших и малых социальных групп. Семья, а она появилась раньше многих других объединений, относится к малым социальным группам. Нам известно, что еще в первобытную эпоху люди стали жить семьями. И так продолжается до сих пор. В современном обществе семья играет важную роль и ее значение трудно переоценить. Семьи могут очень сильно отличаться друг от друга, но в главном они похожи. Люди объединяются в семьи для того, чтобы совместно организовать свою повседневную жизнь, растить и воспитывать детей, поддерживать друг друга. Семья – это малая социальная группа, члены которой связаны между собой кровно-родственными отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью. Семьи бывают разными – большими и маленькими. Состоящими из представителями одного, двух или даже трех поколений. Многодетными или вовсе без детей. Полными и неполными. Но несмотря на такое разнообразие, они выполняют ряд важных функций. А именно, гарантируют продолжение человеческого рода. Репродуктивная функция. Берут на себя воспитание детей. Воспитательные функции. А также ведение домашнего хозяйства. Экономическая или бытовая функция. И духовные функции. Каким же образом они проявляются? Итак, репродуктивная функция семьи. Одна из основных задач любого общества – это воспроизводство новых поколений его членов. Без этого человеческая жизнь на Земле давно бы закончилась. Рождение детей всегда происходит в семье. На нее ложится забота о физическом и психическом состоянии ребенка. Вот почему наше государство сегодня уделяет семье большое внимание, поддерживает многодетные семьи. Но государству нужны не просто новые люди. Оно хочет иметь образованных, культурных, законопослушных граждан. Поэтому вслед за репродуктивной функцией следует воспитательная функция семьи, которая подразумевает духовное воспроизводство населения. Ребенок, рождаясь, попадает в семью, где проводит первые годы жизни. В ней он приобретает первый социальный опыт, происходит усвоение образцов поведения, психологических установок, социальных норм и ценностей. А также он получает первичные знания и навыки, которые позволят ему комфортно жить в обществе. Семья формирует личность ребенка, передает новому поколению систему нравственных ценностей и идеалов. Следует отметить, что она оказывает систематическое воспитательное воздействие не только на детей, но и на каждого своего члена в течение всей его жизни. Не только старшие члены семьи воспитывают детей, но и дети являются воспитателями для своих родителей. Воспитательная функция семьи заключается не только в целенаправленном педагогическом воздействии на ребенка. Очень сильное воздействие оказывает сама атмосфера семейной жизни. Для того, чтобы семья существовала, необходимы определенные экономические или материальные условия. Нужен дом, мебель, одежда, продукты питания. Другими словами, должен быть налажен быт семьи. В любой семье существует разделение труда, распределяются обязанности. Семья имеет свой бюджет, то есть доходы, которыми она располагает и перечень расходов, которые ей необходимо сделать. Исходя из размера средств бюджета, семьи планируют и производят свои траты, приобретают те или иные вещи, позволяют себе путешествия и отдых, оплачивают образование детей и медицинскую помощь. Благодаря семье ребенок получает первые трудовые навыки. Учится оказывать помощь по дому, самостоятельно обслуживать себя, приобретает опыт по уходу за престарелыми родственниками и младенцами. Здесь он впервые получает карманные деньги и учится их тратить. Наблюдая за родителями, становясь участником обсуждений различных экономических и бытовых ситуаций, он приобретает навыки и опыт в ведении домашнего хозяйства, экономного использования средств, оказания материальной помощи другим членам семьи и так далее. Еще одна важная функция семьи – духовная. Она удовлетворяет потребности человека в любви, общении, оказывает моральную поддержку. Эта функция проявляется в удовлетворении потребностей совместного проведения досуга, взаимном духовном обогащении. Семья – это тихая гавань, в которой человек может спрятаться от жизненных бурь, отдохнуть, восстановить свои физические и душевные силы. Именно в семье прежде всего человек находит понимание, заботу, поддержку. Названные функции не являются единственными, но это основные функции, которые должна выполнять любая семья. Каким образом? Семья существует на протяжении всей жизни человеческого общества. Она выполняет очень важные функции – репродуктивную, воспитательную, экономическую и духовную.